Буквально в первые дни своего пришествия в Башкирию Ради Хабиров сообщил, что он обладает секретом решения проблемы обманутых дольщиков в Уфе и в Башкирии. Некоторое время все были заинтригованы, как же удастся новому губернатору Башкирии решить эту проблему. К сожалению, ничего чудесного Ради Фаридович не изобрел, и вчера на стройчасе он сообщил, что его чудесный секретный метод решения этой проблемы заключается в том, что он возьмет много-много бюджетных денег, на эти деньги достроит все эти проблемные стройки, практически все, за исключением некоторых, о которых мы позже скажем, и раздаст квартиры счастливым обладателям этих договоров долевого строительства. Прямо скажем, весьма спорная схема строительства, с какой стати бюджет должен обеспечивать решение проблем, которые были созданы недобросовестными строительными компаниями? Почему бы не поискать украденные и уведенные капиталы? Почему Ради Фаридович не хочет гоняться за комлевыми, ясуповыми и прочими обызовами, нажимая на правоохранителей, чтобы те нашли похищенные капиталы, а предпочитают тратить деньги налогоплательщиков? Я не знаю. Но тем не менее, примерно, вот если совсем в общем, то примерно такая схема. Мы дадим денег бюджетным строительным организациям, те достроят эти объекты, а потом когда-нибудь, в совершенно необозримый срок, может быть, эти деньги вернутся через эксплуатацию сетей, которые будут переданы в собственность вот этих организаций, которые достраивают эти проблемные объекты. Но проблема с окупаемостью, конечно, однозначно есть. Окупаемость этих сетей относительно тех сумм, которые потратит Хабиров на достройку проблемного жилья, а речь идет о, пожалуй, что 6 миллиардах рублей или даже больше. Так вот, эти средства можно окупить через сети как минимум за 85 лет, а как максимум за 112. Понятное дело, что столько времени наши сети не работают, да и вообще в России 100 лет это значит никогда. Но тем не менее, мы решили объехать сегодня все объекты, крупные объекты, которые расположены в Уфе и вокруг Уфы, посмотреть, в каком они находятся состоянии, ну и порассуждать о том, как будут решаться конкретно проблемы каждого из этих объектов в отдельности. Вчера, 5 февраля, на очередном стройчасе, Радий Хабиров наконец-то огласил план решения проблемы долевого строительства в Уфе. Естественно, речь зашла в первую очередь о самых крупных проблемных объектах Уфы и республике. Ну и, естественно, во первых строках речь пошла о Миловском парке, многострадальном комплексе, который, в общем-то, уже был, должен был быть сдан чуть ли не 4 года назад, и который наполовину все еще не вышел из земли, а наполовину практически не сдан. Что придумало правительство республики Башкортостан и Радий Хабиров для того, чтобы решить проблемы этого комплекса? Несмотря на то, что ранее заявлялось о том, что ни на какие бюджетные средства, естественно, они не имеют права ничего строить, никаких бюджетных денег на достройку не будет выделено в ущерб остальным интересам населения, в общем-то, непричастного к долевому строительству. Вопреки всему этому решение было найдено исключительно в ключе того, чтобы дать бюджетных денег, на самом деле, на достройку этих домов, но бюджетные деньги будут даваться не напрямую из казны, не наличными, не безналичными, а через достаточно сложную схему перепоручения полномочий и возможностей различным государственным организациям. Конкретно по Миловскому парку это будет три организации, это ФРЖС, которые у нас, значит, переселят как будто бы 834 дома, 834, простите, квартиры из Миловского парка, переселят пока непонятно куда, может быть в тот самый пресловутый жилой комплекс молодежный, может еще куда-то, но факт есть факт, ФРЖС придется найти и выделить 834 квартиры. Далее у нас идет республиканская коммунальная компания, мало кому известная организация, которая будет заниматься в основном эксплуатацией сетей и коммуникаций, и об этом пойдет речь позже. Ей передается из Миловского парка сетей и коммуникаций разной степени готовности и достроенности в общей сумме на 4,2 миллиарда рублей. Об этом мы чуть позже поговорим. И третья организация, которая будет поручена решать эту проблему, это республиканский оператор содействия строительства объектов. Не менее загадочная организация, в которой практически нет сотрудников опыта строительства и вообще недавно созданная эта структура, в общем-то, в рамках госстроя. Помимо того, что у этой организации нет ни опыта, ни сотрудников, у нее еще и нет денег. Но, по всей видимости, откуда-то эти деньги должны появиться, потому что ни много ни мало 626 квартир эта организация должна достаточно быстро здесь построить и сдать. Кроме всего прочего, Ради Хабиров заявил о том, что к первому июня в пятом квартале Миловского парка будет сданы три дома. Но это те самые быстрые победы, которые так нужны Хабирову в последнее время. Пятый квартал у меня за спиной сейчас находится. Это практически готовые коробки. Не могу сказать о готовности к коммуникации и отделке внутри, но эти дома достаточно высокой степени готовности. А вот слева от меня это четвертый, одиннадцатый и прочие кварталы, которые находятся почти в нулевой готовности. Вот с ними непонятно, будут ли их достраивать или не будут, тоже непонятно. Вопросов к этой схеме, конечно, очень много. В первую очередь вопрос следующий. Как было заявлено, те, кто строил раньше, а это Амнис, который, судя по всему, с этой темы съехал. И Килл Строинвест, который вообще все это дело замутил здесь, эти компании передадут трем упомянутым государственным организациям все свои активы. Ну, с Килл Строинвестом более-менее понятно, потому что господин Комлев там балансирует на грани уголовных обвинений. Забрать у него все, что у него есть, хотя бы формально, будет достаточно несложно. А вот с Амнисом вопрос. Я не знаю, почему вчера Амнис причислили к группе компаний Башметалл. На самом деле, это группа компаний Башхимия. А сами понимаете, с Башхимией просто так вопросы не решаются, и отнять у них что-то будет достаточно сложно. Помимо всего прочего, Амнис действительно, ну, заработал здесь эти активы, потому что, так или иначе, они способствовали достраиванию вот этих трех домов, они тут понесли определенные затраты по эксплуатации и так далее, и так далее. То есть, назвать их активы там отнятыми или добытыми преступным путем нельзя, потому и вопрос, с какого перепуга Амнис возьмет и подарит кому-то что-то. Ну, и самый главный вопрос, это, простите, вопрос денег. В общей сложности здесь нужно решить вопрос с 1460 квартирами. 1460 квартир. Это более 3 миллиардов рублей стоимости. Ни у одной из перечисленных организаций подобных денежных средств по МИИ нет. В бюджете строчек на то, чтобы выделить им эти средства тоже нет. А сами понимаете, сначала должны появиться эти деньги, потом должны достроиться квартиры, и только потом, когда-нибудь начнет оккупаться этот процесс. А оккупаться он по замыслу Хабирова должен за счет тех коммуникаций, которые будут переданы вот этим трем организациям в эксплуатацию. Достаточно простой расчет говорит о том, что окупаемость коммуникаций на фоне тех средств, которые будут затрачены здесь, составит при позитивном прогнозе 85 лет, а при реалистичном прогнозе 112 лет. Боюсь, что ни одни коммуникации, водоснабжение, теплоснабжение и прочие вещи не эксплуатируются в России на протяжении 100 лет. И, соответственно, говорить о реальной окупаемости этого проекта, конечно, не приходится. В конечном итоге мы получим в случае успешной реализации этого проекта, мы получим достраивание чужих коммерческих проектов за счет бюджета. Ну, может быть, в контексте последних чаяний населения это и нормально. То есть люди у нас тяготят опять к социалистической экономике. Фактически получается, что государство построит квартиры и раздаст их тем, кому они были обещаны. Вопрос только в том, почему господин Комлев и прочие злодеи, которые допустили вот эту ситуацию, никак не ответят за все это. Почему они, украв вот эти огромные деньги, так и останутся безнаказанными. Но это скорее вопрос такой философский. В общем, по поводу Миловского парка. 12 января обещан старт строительства. Вот сейчас мимо меня проезжает второй КАМАЗ с какими-то странными, очевидно, бывшими в употреблении бетонными плитами. Возможно, это предвестники вот этого бурного строительства, который здесь развернется 12 февраля. Сейчас ждать осталось недолго, обещания все более и более горячие. Соответственно, следить за этой ситуацией будет все более и более интересно. В общем, я, конечно, надеюсь, что ситуация с Миловским парком разрешится, но вопросов остается очень много. К сожалению, на стройчасе 5 февраля про жилой комплекс «Цветы Башкирии» не было сказано ни слова. Видимо, как и многие другие мелкие объекты проблемного строительства, они не очень интересуют сейчас власти, в том смысле, что это не большой и не быстрый успех. Тем не менее, мы все равно вернемся к судьбе этого жилого комплекса, потому что мы о нем много говорили и снимали в предыдущие месяцы и годы. На мой взгляд, ситуация здесь движется, движется очень медленно. Мы прошли на территорию, посмотрели, как там обстоят дела с тем домом, который был ровно на уровне фундамента. У этого дома появилось некоторое количество кирпичей, кладки уже стен. Здесь мы видим, что еще летом оштукатурили стены, и что-то происходит там внутри. Хотя ощущения того, что происходит что-то кардинальное, все-таки нет. Сроки сдачи непонятны. Непонятно, какова судьба вот этого конфликта господина Абызова и некоторых других учредителей и организаторов этого строительства. Напомню, что здесь была достаточно сложная схема финансирования. Тут были люди не совсем даже дольщики, а какие-то непонятные инвесторы, пайщики и так далее, и так далее. Здесь был кооператив, который распался на два кооператива, и эти кооперативы, сцепившись между собой, делили это имущество и передавали его друг другу по суду и по всяким другим решениям. Напомню, что в адрес господина Абызова было возбуждено уголовное дело, судьба которого на данный момент неизвестна. А также напомню, что в самый жаркий момент, когда здесь происходили в Башкирии выборы и приезжал господин Миронов, от которого баллотировался в госсобрание застройщик Абызов, так вот Миронов торжественно пообещал к дольщикам, что этот комплекс будет достроен. Тем не менее, прошло уже достаточно много времени. Назвать темпы строительства здесь ударными точно не получится. И судьба этого объекта, безусловно, под вопросом. Но, тем не менее, то, что есть, я рассказал, что да, действительно, началась кладка на том доме. Да, действительно, здесь оштукатурили стены и что-то делают внутри. Однако, с одной стороны, сейчас мы сегодня не видим вообще здесь ни одного рабочего. Здесь какая-то стоит машина, у вороты в ней греются два молодых человека. С другой стороны, у меня есть данные о том, что здесь до 40 человек в какой-то момент работало. А еще я знаю, что на стройку был закуплен дополнительно кирпич и стройматериалы. Вот все, что мы знаем на данный момент. Если есть какая-то другая информация, мы будем рады, если вы с нами поделитесь. И мы будем понимать, как будет продолжаться здесь строительство и что будет дальше. Еще одним обсуждаемым вчера на стройчасе с жилым комплексом с огромными проблемами был жилой комплекс Новобулгакова, детище семьи бизнесменов Юсуповых, приведших эту стройку к абсолютному краху и тупику. Схема, которую предложил господин Хабиров и его команда для решения проблемы этого комплекса, в принципе, примерно та же, что и в Миловском парке, однако вопросов к этой схеме не меньше. Суть предложения заключается в том, что государственным организациям передаются в пользование, во владение все коммуникации, которые есть в этом комплексе, достроенные и недостроенные, а эти государственные организации достроят недостроенное жилье в этом комплексе Новобулгакова. Вопросы все те же, откуда возьмутся живые деньги у этих бюджетных организаций, насколько они способны окупить в дальнейшем и в какой срок все эти затраты и вообще возможно ли это в принципе. Кроме того, в Новобулгаковой есть еще несколько уникальных вопросов, на которые нет ответов, а именно то, что здесь категорически не хватает очистных сооружений. Напомню, что построено только треть необходимого объема очистных сооружений, остальные нужно строить. Кто это и за счет, чей будет производиться, кто это будет делать, непонятно. Кроме того, непонятна судьба вот этого дома, который стоит в охранной зоне газопровода, принадлежащего Газпрому. Теоретически было найдено решение о том, чтобы перенести эту охранную зону. Однако остались без ответа вопросы, кто разрешил построить дом с таким колоссальным нарушением, какова его будет судьба. И, кстати говоря, именно в этом доме должны получить квартиры несчастные участники программы «Жилье для российской семьи», которая, собственно, была тоже камнем преткновения и в Миловском парке. В общем, конечно, схема заявлена, ее жизнеспособность совершенно непонятна. В первую очередь, непонятно, откуда возьмутся существенные денежные средства для достройки этих домов. Сроки по Новобулгаково конкретно не назывались, но были названы эти оптимистические прогнозы, что скоро вот-вот-вот-вот. Повторюсь, что в той концепции, которую мы получаем со стройчаса, ждать нужно недолго, и все прекрасные и оптимистические события должны произойти в ближайшее время. Так что будем наблюдать, и разрывы во времени, наверное, не наступят, увидим, получится это сделать или нет. Ну вот теперь мы, естественно, в Серебряном ручье. Еще один крупнейший объект проблемного строительства в Уфе. На сегодняшний день каких-то существенных подвижек, там, относительно, даже, наверное, лета и осени я не наблюдаю. Кроме сданного все-таки мучительного в конце декабря седьмого дома, который все-таки заселили. Так вот, именно по Серебряному ручью схема решения, предложенная на стройчасе и изложенная Хабировым, существенно отличается от тех схем, которые предполагается применить при решении проблем, вот, уже перечисленных нами объектов. И Серебряный ручей единственный среди всех объектов проблемного строительства, где проблема будет решаться не за счет государства. По крайней мере, так декларировано, так заявлено. И сейчас идет проработка достаточно сложной схемы получения кредита, получения залога за счет имущества, которое все-таки у компании Крона и группы компании Крона существует. Мы помним, что у этой компании есть очень хороший, успешный кирпичный завод, крупнейший в Башкирии, самый качественный, насколько я знаю, кирпич там производят. Есть бизнес-центр на проспекте Салават Юлаева, с которым, конечно, не до конца все понятно, но, тем не менее, теоретически это имущество стоит достаточно существенных денег, и путем залога этого имущества можно получать какие-то кредиты. В чем, собственно, разница ситуации сейчас и до этого? Разница, вероятнее всего, в том, что все-таки застройщик согласился на то, чтобы получать кредиты и получать средства для достройки этого объекта за счет кредитов и залогов вот этого имущества, разница в том, что каким-то чудесным образом, прямо скажем, правительству Республики Башкортостан и Хабирову удалось уговорить банкиров рассматривать хотя бы вопрос о кредитовании этого застройщика. Это уже очень хорошо, тут я совершенно не иронизирую и не кривлю душой, но напомню, что схема эта все еще прорабатывается, все еще отрабатывается и решаются там нюансы и детали. Я так понимаю, что идет какой-то совершенно чудовищный торг с некоторыми из ведомств, которые должны курировать эти проблемы, решения этих проблем. Я вполне допускаю, что какие-то из ведомств, которые вовлечены в решение этой проблемы, попытаются решить какие-то свои, если не корыстные, то собственные интересы. Ну, в общем, вопросов и нерешенных моментов еще много. Все, что можно сказать сейчас о Серебряном ручье, это то, что теоретически найдено решение, как можно развязать этот узел, не используя бюджетных денег. Вот здесь как бы мои аплодисменты тем, кто это придумал, потому что, ну, все-таки, на мой взгляд, использование бюджетных денег для решения проблем конкретных коммерческих проектов, это немножко безнравственно в отношении тех людей, которые, ну, скажем так, не участвовали в этих всех вещах. Вот я, например, являюсь налогоплательщиком, не являюсь обманутым дольщиком, и у меня вызывают вопросы, почему за мой счет, фактически, за счет моих налогов, кто-то кому-то что-то там достроит, только потому, что какие-то негодяи чего-то там где-то украли. Ну, так вот, а по поводу перспектив Серебряного ручья, ну, тут, конечно, в стилистике Хабирова заявлены быстрые успехи. Сроки достройки домов были поспешно сообщены, значит, достроят дома, ну, вот 9-10 дом, да, которые, много о которых говорили, которые практически готовы, обещают достроить в течение, там, 4-5 месяцев. Теоретически, при наличии денег это реально. Остальные дома, не поименовав по номерам и по срокам, обещали достроить в срок до полутора лет. Что, собственно, на фоне, наверное, 5-ти и более летнего ожидания многих дольщиков, это недолго. Лишь бы процесс шел. Ну, а вот пойдет он или не пойдет, будет понятно, вот, буквально уже скоро. То есть, в течение, наверное, месяца полутора схема вот эта сложная, повторюсь, схема кредитования будет утверждена, решена так или иначе, и дальше мы поймем уже конкретные точные намерения компании Крона. Напомню, что во многих недостроенных домах этого комплекса есть большое количество непроданных квартир. Перед Кроной стоит непростая задача возобновить интерес к покупке этих квартир, иначе они, ну, опять недополучат некоторых средств на достройку и так далее. То есть, задача здесь очень комплексная, очень непростая. Лишь бы не мешали наши специалисты, там, из гостроя и прочих замечательных ведомств, лишь бы они помогали, это важно, это существенное условие, на мой взгляд, и посмотрим, как будет все это развиваться. Еще в истории с Кроной и с Серебряным ручьем есть некая вишенка на торте. Это то, что из денег, которые будут получены в кредит и привлечены за счет вот этой схемы залога имущества компании Крона, 59 миллионов рублей планируется уже вот буквально в ближайшие дни и стратить на решение проблем комплекса «Дубрава». Я имею в виду решение вопроса с водоснабжением, там вода течет ржавая, коричневая и вонючая из крана, потому что есть некие проблемы с очистными сооружениями и какими-то там скважинами, в общем, это пока все непонятно, но тем не менее было заявлено, что к 20 февраля, то есть буквально через 2 недели, эта проблема будет решена, и на нее потребуется истратить 59 миллионов рублей. Это вот тот самый быстрый успех Хабирова, которого он добивается от всех. Посмотрим, 20 февраля очень скоро можно будет отследить судьбу вот этого обещания. В общем, еще раз повторю, в Серебряный ручей проблему будет решать несколько по иной схеме, нежели все остальные проблемные комплексы УФИ. Субтитры создавал DimaTorzok